Ребят, привет! Хотел для вас снять ролик про другую работу, про доставку, но сегодня нас отправляют в Лонг. Поедем в другой штат, в соседний, в Аризону. В штат будет заполнить контракт, подготовить трак и все, мы готовы в путь. День грузчика начинается всегда с хорошего завтрака, просто со Starbucks хотя бы. А у меня сегодня оладьи из овсянки, с протеином, клубника, чернослив, кофе и вот тут яблочное пюре. Надо позвонить клиенту, сказать, что мы едем. Мы будем работать в 15 минут, это зависит от транспорта. Окей, увидимся. Я хочу рассказать вам, что я паркнула в Курске, я хочу, чтобы вы идти в алле. Потому что все мои staff уже готовы, и это так. Загрузка у нас совсем маленькая, все будет гараж, и то там пол гаража. Пищей. Все, если только вот эта наша, вот эта мы не берем. Квартира уже пустая, короче, easy work. Наш трак стоит под уклоном вниз, и лифт не можем опустить до конца. Зашагать сюда. Сегодня адская жара, пить охота. Не знаю, что там в Аризоне. В Аризоне еще жарче должно быть. Надо посмотреть, что там завтра. Сейчас, наверное, плюс 30, 33 в Калифорнии. 23 оказывается. Немножко обманул на 10 градусов, но ощущается как 33. Я прилетел в США по туристической визе, и для того, чтобы мне ее 100% одобрили, перед этим я сделал несколько поездок в Европу, для которых, естественно, я делал шенгенскую визу. Поездки в Европу дело не дешевое, а саму американскую визу я делал вообще в Израиле. И на поездку в Израиле я тоже потратил круглую сумму. Но есть такая виза, называется студенческая, и ее оформляют прямо в той стране, где вы сейчас живете. Ее одобряют пустой загранпаспорт. Ее также одобряют, если у вас уже были отказы по туристической визе в США. Ее одобряют, если вам нет 18 или далеко за 50. И самое главное, что студенческая виза – это самый дешевый способ попасть в Америку. Кто помогает получить такую визу? Кристина. Она сама прилетела по студенческой визе в США и знает весь процесс и все подводные камни в получении этой визы. Еще она проводит онлайн-консультации, на которых вы можете узнать, сколько денег с собой взять, как здесь снять жилье, можно ли тут работать, как успешно пройти собеседование с консулом и не накосячить заполнение документов, и какие дальнейшие перспективы у вас будут в США. Ссылка на YouTube-канал Кристины в описании. Кстати, я умею играть на гитаре. Велики. Леха, велик надо? О, боксерские перчатки. Леха, сегодня я тебя буду воспитывать. Газовый баллон, кстати, мы по регламенту не имеем права брать, потому что это опасный груз. В траке мы такие возить не можем. Мы на нашем траке, заблокировали эту улицу. О, тут никто и не ездит. Мы уже почти закончили, у нас диван. Это мелочь, матрас и бокс-принт. Что тут написано? Ничего не класть сверху на стол. Это мы и не будем, у нас там место вагона. Обычно длинные всякие к борту притягиваем. Для надежности, чтобы доехало. Бывает, возьмешь трак, и ни одного какого страпа нет. Мы решили сделать небольшую остановочку, взять еды в дорогу. Забыл сказать, что 7 часов дорога на траке занимает плюс еще остановки на заправку, просто отдохнуть. Сколько у нас там, наверное, 3 штуки по 20 минут будет? Где-то час еще. В Фениксе сегодня 36, но в Фениксе, Лех, помнишь, мы там были же уже, там жара не так чувствуется. Ну так, 37 было, как здесь, 27. Да. 36 сейчас, вот сегодня 37, завтра будет 33. Завтра там нормально. Мы сейчас едем 75 миль в час, это где-то 115-116 километров в час. Хотя во всем штате Калифорния на всех привеях стоит ограничение 65 миль в час. Но закон штата Калифорния говорит о том, что двигаться нужно со скоростью потока. То есть, если весь поток едет 80 миль в час, а на знаке 65, то ты должен ориентироваться на скорость потока и следовать правилам дорожного движения. Ехать 65, тебя остановит хайвей-патруль и выпишет тикет за то, что ты создаешь аварийную ситуацию, мешаешь движению других машин. То есть, видите, какая ситуация. Так вот, штата важнее, чем правила дорожного движения. Ну и все так и ездят, соответственно. Никто на скорость особо не смотрит. Все едут 80. Но когда мы заедем в штат Аризона, там гораздо строже. Там нельзя превышать 2-3 мили в час уже превышаешь, могут остановить полицейские. Но там нет ограничений 65. Там на дороге стоит 75 миль в час, знак. Поэтому, что здесь мы 75 едем, что в Аризоне будем ехать 75. Одинаково. Мы остановились на заправке, подзаправиться. И заодно, я думаю, стекло надо помыть. Стой, давайте с одной стороны ее с другой. Терминал, к сожалению, не выдал чек. Поэтому сейчас в маркет попрошу лично. Такая практика постоянно. Если обычно заправочный терминал дает чеки, мне для отчетности нужны рабочую машину заправлять. Как думаете, что внутри у этого ровного конча? Взял себе два вот таких батончика. Что сладкого захотелось. Все, мы заправились. Можем ехать. Я думаю, находит бензин на конца. Мы проезжаем границу штатов. Вот она проходит по реке. Ну, речка Калифорния. Вон она маленькая. Зато на катерах плавают. На въезд в штат Калифорния там блокпост стоит. Мы его проехали. А на выезд никакого блокпоста нету. Может быть, нас там в штате Аризона встретят. Я думаю, весовой контроль какой-то будет. Когда заезжали в штат Калифорния, нам задали такой интересный вопрос. Везете ли вы с собой яблоки? Оказывается, по закону штата Калифорния, яблоки ввозить в штат нельзя. Я не знаю, с чем это связано. Байкеры. Может быть, с чем-то типа того, что яблоки завезенные начнут семечки расти, опылять и испортят сорта, которые находятся внутри штата. Не знаю. Что, мы в Аризоне. Аризона известна не только своим Гранд Каньоном, но еще и этими кактусами, которые вот так, как человек с поднятыми руками, дикий-дикий запад. Сейчас мы вот остановились, посмотреть на них. Я знал, что они большие, но я не знал, что настолько. Мы тут нашли экземпляр поинтереснее. Лёг, встань, посмотрим, сколько этажей. Просто дерево. Погрызок. Кто-то есть, кстати, эти кактусы. Видите, он такой, не совсем свежий. Сейчас покажу на своем примере. Как двухэтажный дом. Так, кажется, мы приехали, удобно. У этого отеля есть прям парковка своя для трактов. Так, запарковали. Сейчас пойдем, сделаем чекин. И потом уже, наверное, шмотки перетащим. Что, пойдем куда-нибудь гулять, смотреть что-нибудь здесь? Ну и прогуляемся, наверное, заодно. Блин, тут так травой внеют в коридоре, жесть. 232. А вот и наш номер. Та-дам! Обычный, стандартный номер с двумя кроватями. Телевизор, микроволновка, холодильник, кофе. Кстати, кофе не всегда бывает, сегодня есть. Окей. Мы добрались. Теперь можно сделать вот так? Да-да! Мы решили прогуляться до магазина, может быть. Что ты там хотел взять? Мы посмотрим, есть ли это в магазине. Просто мне нужно еще 3000 шагов сегодня сделать, чтобы совсем не заплыть жиром. О, кстати, здесь ландри есть. Надо что-то постирать. Пожалуйста. Вот так называется наш отель. Здесь, кстати, такое место, куча отелей разных. Мы просто в этом уже были в тот раз. Нам понравилось. Чисто, аккуратно, тихо. Я всегда так удивлял, а эта штука в Америке. Белый человек сначала горит. То есть страна, в которой с расизмом борются, и такие здесь всем все позволяют. Но, тем не менее, остались пешеходные переходы с белым человеком, белым. И никто против этого не возмущается. Как у любого отеля, у нашего тоже есть свой бассейн. Он до 10, правда, работает. У нас еще 45 минут есть посидеть здесь. Я автомешатель. Заманчиво, согласись. Что, замешательство сменилось? Не знаю, давай попробуем. Горь. Два, три. Итак, доброе утро. У нас начался новый день. Вроде все собрали в отеле. Почитаем на разгрузку. На завтрак у меня сегодня вот такой будет хлеб. Цельнозерновой и низкокалорийный йогурт. Потому что все, что готовила жена в контейнерах, закончилось. Леха, я предлагаю поесть на улице. Что думаешь? Да. Как мы любим, на веранде. Вот кофе-машина, Леха. А я ехаю. Декаб регулярный. Hot water. Нам вот такую регулярную. Вот эту, да? Да. Ну, типа как американо. Молока есть? Молока есть, наверное, кремер вообще. Кофе. Слушай, наверное, молочка. Ты где-то должен быть. В общем, кофе говно, молока у них нет. Ну, кофе вообще, вода такая ерунда. А сок? Сок добрый, нормальный. Ой, нам сейчас минут 30 ехать до разгрузки. Я думаю, там недолго. Если там не будет каких-то сюрпризов на разгрузке, типа 15-й этаж по лестнице поднимать или еще каких-то спецпожеланий у клиента, то я думаю, мы быстро справимся с этим. И у нас еще есть дела. Феникс. Мы почти приехали. Однотипные домики на какой-то бригер. Приятное такое местечко. Тихое, спокойное. Соседи что-то строят там. Ну что? Леха Панаму одел, чтобы солнце удар не было. Ну да, жара уже. У нас мастер в бедрум. Разгрузка идет полным ходом. Вроде все доехало целое. Ничего не сломалось. Офисный стол у нас не пролазил через двери. Пришлось разобрать снять ножки. Сейчас вот снова собираю его. Здесь живут две сестры, заказчицы. Вот такие всякие нюансы. И увеличивают время разгрузки, загрузки, когда что-то нужно разбирать. В этот раз что-то прям жара адское вообще. Да, пустыня есть пустыня. Хотя она не похожа на пустыню, как мы все представляем. Пески где, как вы знаете, в Африке. Здесь такая саванна. Короче, тут стол тоже. Здесь какие-то двери, его тоже придется разбирать. Потом собирать. В Америке отличные вообще дороги. Чуть ли не идеальные. Но почему-то все здесь любят вот эти пикапы, здоровые джипы. Вот смотрите, вот на одной только вот два дома. Сколько джипов? Три дома. Откуда такая любовь, если дороги нормальные, бездорожья нету? О, он еще один. Обычно загрузка идет гораздо дольше, чем разгрузка. Получилось наоборот. Очень много стафов, много всякой мелочи нужно было расставить по комнатам. Сейчас собираем трак. И в путь. Сейчас ехали, смотрите, все стекло в насекомых. Прям такое облако небольшое. Ощущение было, как будто дождь. Сейчас мы такие, какой дождь еще может быть в Аризоне. Видно, не видно. Крупные такие, как пчелы. Я не знаю, кто это был. Но они все разлетелись об стекло. Вот сделали остановочку. Сейчас возьмем еды. И все, выдвинем в Лос-Анджелес. Ну что, теперь самое главное. Давайте посчитаем, сколько у нас получилось заработать. Вот, чаевые, к сожалению, не дали. Такое бывает. Не всегда. Работа бывает с чаевыми. У нас получилось 19 с половиной часов работы. И теперь, как форман драйвер, у меня ставка выше. Я сейчас 22 долларов в час получаю. Итого 329 долларов за вот эти два дня работы. Ну, что могу сказать. С чаевыми, конечно, было бы повеселее. Но без чаевых это можно сравнить вот два дня лонг, как два дня обычных. Вот такая у нас получилась поездочка. Часов 8-9 теперь до Лос-Анджелеса. И до встречи в следующем ролике. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться. И, наконец-то, уже в следующем ролике я вам покажу все-таки доставку и расскажу, кем работает жена. Пока-пока.